Здравия всем! Не стал торопиться делать ролик с итогами парламентских выборов в Венесуэле, дабы подробно изложить все произошедшее в минувшие дни. Но вот и окончились выборы с предполагаемым результатом. Социализм в воскресенье 6 декабря восстановил контроль над национальным собранием, единственной государственной властью, которая была в руках оппозиции. Полученная победа с более чем 67% голосов без крупных соперников, которые призывали воздержаться от голосования, возвращает контроль над парламентом Венесуэлы. Следует напомнить, 27 оппозиционных партий, некоторые из которых были дисквалифицированы, отказались участвовать в выборах. Написали письмо, осуждающий предвыборный фарс. Причиной данного заявления стало событие, повлекшее негативное отношение к выборам не только у стороны оппозиции, но и стран Европы, что были приглашены в качестве наблюдателей. 16 сентября 2019 года группа оппозиционных партий меньшинства, выделившаяся из коалиции Круглый стол демократического единства, подписывают соглашение с правящей партией в штаб-квартире Министерства иностранных дел. В документе среди согласованных пунктов было утверждение организации нового национального избирательного совета Венесуэльского центра избиркома. В октябре 2019 года национальное собрание парламент одобрило начало назначения комитета по кандидатам новых членов национального центра избиркома избирательного совета. А уже в январе 2020 года учредитель Херман Эскара заявил, что национальное учредительное собрание может назначить главных ректоров ЦИК. В марте Хавьер Бертучи, глава политической партии, Эль Камбио заявил, что было бы большой ошибкой допустить это и призвал депутатов национального собрания повторить выборы в совет директоров. Бертучи заверил, что если к 20 марта соглашение не будет достигнуто, члены диалогового стола предоставят документ в Верховный суд о законодательном упущении. В мае комитет по выдвижению кандидатур на выборах национального собрания, которому было поручено назначить новый избирательный комитет, объявил, что он приостановит свою деятельность на неопределенный срок из-за пандемии. В ночь на 12 июня Верховный суд назначил новых пятерых ректоров избирательного органа. Индира Альфонсо выступает в качестве президента ЦИК, Рафаэль Симон в качестве вице-президента. Глэдис Гутиерес и Хосе Пара были также назначены главными ректорами, а ректор Таня де Амилио сохранила эту должность. Хуан Гуайдо отклонил процедуру Верховного суда и заявил, что Национальное собрание является единственным, кто имеет право выбирать избирательную комиссию. А вице-спикер Национального собрания Хуан Пабло Гуанипо назвал невежественной комиссию, продиктованной Верховным судом. То есть состав Центра избиркома был собран Верховным судом. Такое действие побудило оппозиционные партии отказаться от участия в выборах. 30 июня ЦИК, назначенный Верховным судом, согласился увеличить число депутатов, имеющих право на участие в Национальном собрании до 277 и объявил, что парламентские выборы состоятся в декабре 2020 года. В момент выборов население, по сути, разделив свои предубеждения, подавляющим большинством не стали участвовать в выборах. В сети интернета стали заявлять о пустых избирательных участках. Явка в 31%, что на 40 пунктов меньше, чем на парламентских выборах 2015 года, добавляет тень ожидаемой победы и уверен, что будет использована оппозиция в качестве аргумента в свою пользу. Интересно, что подсчеты проводили на новых аппаратах. Почти все старые машины, а их было 50 тысяч, в феврале сгорели из-за поджога Государственного телекоммуниционного центра КАН-ТВ в Валенсии. Мы возродили Национальную ассамблею большинством голосов венесуэльского народа, объявил Мадуро по итогам волеизъявления. Это великая победа, не поколебившая демократию. 5 января будет создана новая ассамблея, и это, несомненно, также поставит под сомнение роль Хуана Глайдо в качестве лидера оппозиции, потому что именно его должность в качестве высшей фигуры парламента позволила ему бросить вызов Николасу Мадуру, объявив себя временным президентом в январе 2019 года. Долгожданная победа даст полный политический контроль социалистической партии. Они смогут теперь беспрепятственно разрабатывать законы, которые будут углубляться во все структуры государства, защищающие боливрианскую революцию. Но новая ассамблея по-прежнему не будет рассчитывать на легитимность десятков стран, включая США и Европейский Союз. Поэтому ожидается продолжение санкций и отсутствие доступа на международные рынки, утверждают в правительстве Мадуро. Уже в понедельник, на следующий день после выборов глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что парламентские выборы в Венесуэле не соответствовали международным демократическим стандартам и не отражали волю народа страны, что не позволяет ЕС признать их. Но глава венесуэльского МИДа Хорхе Арес ответил, «Венесуэлу отвергает заявление высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля в связи с состоявшимися 6 декабря парламентскими выборами. Достойно сожаления, что ЕС упорствует в своей политике вмешательства в дела Венесуэлы, откровенно не соблюдая элементарные принципы международного права». «Одной из причин высоких результатов социалистического альянса на парламентских выборах в Венесуэле стала разобщенность оппозиционных партий», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с российской делегацией наблюдателей. «Из 277 депутатских кресел мы получили почти 250. Оппозиция показала себя разрозненной. Это не позволило им оптимизировать свою выборную кампанию», сказал Мадуро в ходе встречи, которая транслирует в его в микроблоге в Твиттере.